Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Hello, bonjour! Начинаем урок. Сегодня очень должен быстро его провести. Сразу предупреждаю, потому что у меня сейчас проходит тренинг и он проходит очень далеко, надо ехать. Мне нужно успеть туда доехать. Эйтан не может, он сейчас на каникулах в Израиле. Так что я прямо сейчас начинаю. Прямо сейчас начинаю. Мы продолжаем изучать Тертьевод. Третья глава. Девятая мечта. Ну вот очень интересно, я сегодня подумал, вот как мне все успеть. Эйтан не может. Я тоже не могу. Я реально должен был быть уже там. Там интернет плохой. Я вчера пробовал провести. Где зал? И я подумал, что вот сейчас все можно успеть. Все можно успеть, если делать быстро, четко, правильно и вовремя. Все, друзья. Начинаем. Значит, в девятой мечте, вообще вся третья глава, она нам рассказывает как не согрешить. То есть вводится такое понятие, как грех. Прямо начинается первая мечта. Повторите пожалуйста. Акавья бен Мяалалель он сказал, что на три вещи главное обращать внимание и ты не согрешишь. Откуда ты пришел? Всегда помнить, что ты пришел из капли. Куда ты идешь? Ты идешь вместо гниения червей и праха. Да, это могила. И перед кем ты будешь стоять и держать ответ перед царем, царей, перед Богом. То есть, как бы дается сразу нам растяжка такая. Да, тело оно из капли пришло и в могилу уйдет. А ты останешься. И вот когда ты останешься, ты будешь перед Богом стоять, как бы, да, твоя душа. И будет просвечена она, да, чем ты в жизни занимался. И это должно человеку помочь выбирать между всеми возможностями этого мира делать разрешенные Богом действия и не делать запрещенные Богом действия. И вот получается, что поэтому я сегодня и выбрал прямо сейчас очень быстро постараться провести этот урок. Теперь, значит, дальше идут все в третьем, в третьем, в третьей главе идут все Мишнают одна за другой, одна за другой, одна за другой. Они нам показывают разные грани, где граница между грехом. И грехом и не грехом. И вот сегодня очень интересная Мишна, она такая прямо очень тонкая. Смотрите, Раби Дастай Бараби-Анай. Раби Дастай, сын Раби-Анай. Мишум Раби-Мейр. То есть дается, откуда они это узнали, от Раби-Мейра. Раби Дастай Бараби-Анай. Значит, Омэр говорил Коля шукаях давархат ми талмудо. Каждый, Мишнато. Каждый, кто забывает одну вещь из того, что он учил, Мишнато. Мале Алава Катув. На него прямо, ну, как бы, на него, про него говорится. Ти-илу, опять идет слово Ти-илу, как будто бы Митхаев Бенавшо. Он как будто бы ставит под удар свою душу. То есть есть ставит под удар свою душу, а есть как будто бы ставит под удар свою душу. То есть есть разные степени опасности. Есть вещи, которые прямо грех-грех. И за этот грех прямо есть наказание отсечения души. Прямо Бог очень строго. Он сказал, опять же, я вам скажу так, что все вот эти вот строгости и так далее, они касаются еврейского народа, народа священников. То есть Бог сказал, вы священники, как бы, ну, священники. То есть вы мне рабы и священники. И он обязал еврейский народ выполнять конкретные действия, а какие-то запретил. То есть, поэтому это не относится вот так вот просто ко всем. Но, опять же, из Торы можно увидеть, как вообще мир работает. Значит, когда используется наказание, в Торе написано, вот есть действия, за которые Бог говорит, за это смертная казнь, за это отсечение души от корня душ, то есть потеря вечной. Идет целое, целое идет, очень строгие есть вещи. Есть Бог говорит, я вас выгоню из земли Израиля. Прям конкретно. И мы видим, что он не шутил, он выгнал на две тысячи лет назад. Прям в Торе написано, прямым текстом. Если вы, каждое утро мы говорим, и каждый вечер, что если не будете делать это, 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 я вас выгоню с этой земли, земля будет пустыней. Но интересно, он сказал, земля будет пустыней, а потом верну вас. И мы видим сейчас своими глазами, как за 70 лет Израиль из пустыни превратился в Растисад. То есть Бог свои обещания всегда выполняет. Теперь дальше. В этой мишне нам сказал Раби Дастай, от имени Раби Яная, сын Раби Яная, от имени Раби Мейера. Он нам сказал следующую вещь, что каждый, кто забывает одну вещь из того, что он учил, про него говорится, как будто бы он Митхаев Бенавшо, как будто бы он ставит под удар свою душу. Шинеймар, как сказано в Торе, и приводится в кусок из письменной Торы, прямо из пятикнижия, что Ишамер Леха, там написано так, Ишамер Леха, остерегайся ты, ушморот навшиха маот, и очень сохраняй свою душу, пен тишках, это дворим, ашер, рау, эйнеха, чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза. То есть это говорилось тому поколению, которое выходило из Египта, которое проходило море, которое, когда на горе получали Тору, видели, как вот эти вот прямо молнии, громы, как Маше поднялся на гору. И есть одна из главных заповедей, это каждый год вот этот Песок, да, рассказывать своим детям, как это было. И там говорится про это, что остерегайся очень сильно, чтобы не забыть те вещи, которые видели твои глаза. Но в принципе у каждого из нас, если мы посмотрим, были в жизни чудесные спасения. Я уверен, что у каждого были чудеса, которые Бог делал, особенно те, кто уже смотрят Тору и Торы, у кого есть вот эта вот тяга к Богу, она уже пробуждена. Наверняка у вас были личные какие-то ваши чудеса. Их нельзя забывать. И когда мы изучаем Тору, там тоже есть много вещей, которые нельзя забывать. Дальше он говорит, в Мишне же он спрашивает сам, говорит, что значит, если я забыл одну вещь из того, что я учил, так уже я как бы ставлю под удар свою душу. А если так фала в Мишна, то, а если ему тяжело, то есть он заболел. Знаете, бывают такие состояния, тяжело, сложно, плохо себя чувствует, человек постарел, в конце концов у него память хуже стала. Так что тоже продолжает Мишна. Талмуд, Лумар, Пен, Ясуру, Меливавеха, Колья, Меха, Еха. То есть это значит, что он ломит Хаев, Беновшел. То есть продолжает Мишна. Нет, нет наказания до того момента, пока он не садится и не убирает это из сердца насильно. Как бы пока он не пошел, не пошел как бы осознанно против Торы. Вот так вот заканчивает это Мишна. Давайте как поймем еще раз. Вот человек начинает учить Тору. Начинает он учить Тору, узнает разные вещи. Тут очень важно понять, что в нашем поколении, когда начинаешь учить Тору, то ты как бы Тора безграничная. Тору можно учить всю жизнь. Тора это, там Талмуд, это если по одному листу в день учить, то это семь с половиной лет нужно, чтобы Талмуд пройти. Семь с половиной лет. И человек, который просто прочитал по одному листу в день, да. Он не значит, что он знает всю Тору. Он ознакомился. То есть, как бы все, что я сейчас рассказываю, это не Тора. Это о Торе. То есть, я сам изучаю Тору, я делюсь своим пониманием. Мы изучаем один из, там, трактатов устной Торы, Пертея Вод. То есть, нужно понимать реально, что кто бы вам не говорил, что я знаю Тору, это, ну, это скорее всего такое разговоры. Когда человек вам говорит, я знаю, там, кабалу, тем более. То есть, это, ну, настолько мы сейчас только чуть-чуть прикасаемся. Но, когда тут самое главное, это намерение человека. Если есть намерение двигаться к Богу, то другого пути нет. Ты должен вначале узнавать, узнавать, узнавать. Это ты на интеллектуальном уровне, ты складываешь свои взаимоотношения с Богом. Когда ты на интеллектуальном уровне узнаешь слова Торы, они у тебя в голове складываются в какую-то такую картиночку, как фильтр такой. Потом есть служение сердцем. Это благодарность Богу, вот все благословения. Захотел водички, сказал благословение, попил водички, сказал благословение, сходил в туалет, сказал благословение. Молишься, попросил Бога, поблагодарил Бога. То есть, когда ты с Богом идешь вот по этой вот системе благодарность, просьба, благодарность, просьба, благодарность, просьба, это ты на эмоциональном уровне соединяешься с Богом. Когда ты делаешь заповеди, ты делаешь заповеди, там, вздаку опускаешь, физически, да, не так, даже по телефону перевел тоже физически. Кому-то помог, сделал доброе дело. Когда ты физически выполняешь заповеди, ты телом, телом ты соединяешься с Богом через свое физическое тело. Теперь в этой внешне, как я понял, Раби Дастай, сын Раби Аная от имени Раби Мэра, он нам сказал, что если ты думаешь про Бога уже, да, то есть Тора это как твои мысли о Боге, то есть Тора ты изучаешь, ты думаешь, ты узнаешь, ты интересуешься и так далее. А потом ты говоришь да, фигня это все, я лучше буду сериалы смотреть и зачем мне этот Тора, зачем мне этот Бог, зачем мне это все, то вот в этом моменте, если мы вспомним предыдущую Мишну, помните, мы учили, когда человек идет, учит Тору, потом останавливается и говорит, какое красивое дерево, какая красивая там канава и так далее. Он тоже как будто бы Митхаев Бен Афшо. То есть есть в этом мире границы, например, мне очень вот этот пример запомнился, как один приходит к раввину и говорит, Рэбе, если я учу Тору, и я хочу покурить, могу ли я прерваться? Он говорит, нет вообще, ну как это, это ты учишь Тору, а это ты куришь, есть же разница, то есть тут ты получаешь вечную жизнь, тут ты вредишь своей жизни, нельзя. Он подумал, подумал, вернулся, говорит, Рэбе, а вот у меня другой вопрос, если я курю, могу ли я прерваться, чтобы учить Тору? Он говорит, вот всегда, когда ты куришь, ты можешь прерваться, чтобы учить Тору. Он говорит, так отлично, значит, я большую часть времени я курю, ну не большую часть, когда я курю, я потом прерваюсь учить Тору, потом я опять курю, опять прерваюсь учить Тору. То есть одно и то же действие, оно может быть для кого-то заповедью, для кого-то это может быть вау, там вообще, вот мы сейчас сидим на уроте, я считаю, что это огромное-огромное идет прямо божественный свет, на небе радость, мы сейчас может цунами какой-то отменили в мире там или еще что-то, да? Да, теперь, но если бы сейчас этот урок слушал какой-нибудь раввин, который там, раввин преподает в Ешиве или так далее, для него это было бы, может быть, даже преступление, потому что для него это развлекуха какая-то, что это он сидит, он там уже толмуд учит, он уже на таком уровне, что понятно, да, идея? То есть вот эти вот сейчас идут нам, все-таки надо понимать, что мы учим устную Тору, которая адресована к профессионалам, к людям, которые посвятили себя изучению Торы и божественной служению Богу. И надо понимать, что все те вещи, которые я сейчас говорю, которые мы изучаем, они очень имеют к нам такое переносное, косвенное значение. То есть тут мы поняли следующую вещь, что когда ты что-то учишь, а потом осознанно ты бросаешь это учить, то ты попадаешь как будто бы в проблемную зону. То есть ты снимаешь с себя защиту, это не значит, что сразу там у тебя все будет нехорошо, но, но возможно, возможно, что где-то эту защиту пробьет. И наоборот, то есть все можно понять наоборот, поучился, вот сразу вы поучили Тору, выключили, сделали выводы свои, повторите, пожалуйста, вот у нас есть всегда ссылочка на текст Мишны. Прочитайте хотя бы, вот мы сейчас третью главу учим, вот я так делаю, да? Я каждый раз, когда я новую Мишну изучаю, я повторяю наизусть все предыдущие Мишны, все предыдущие Мишны вот из этой главы. И так получается каждый день, я повторяю, 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 чтобы не забыть. Вот в этой Мишне мы сегодня выучили, чтобы не забыть. Все, дорогие друзья, сегодня у нас так все скомканное и, ну не скомканное, а быстро, отлично мы получились, я считаю, все. Давайте подведем итог. Итог такой, что у человека голова всегда занята мыслями, без остановки, без остановки, нон-стоп человек о чем-то думает. Теперь, если вы хотите, чтобы ваши мысли, они вас защищали, помогали, очищали, обожествляли, одухотворяли, то тогда думайте мысли, связанные с Торой, то есть что-то поучил, что-то почитал, что-то подумал. То есть все эти мысли, они вас ведут к вечной жизни. Если вы не учите Тору, убрали это из головы, нет, Тора нам не нужна, все. Все, тогда что, 30 секунд вы не сможете сидеть без мысли, ровно через 30 секунд придет какая-то мысль о какой-то проблеме. Я вам гарантирую. Мысли так устроены, что человек, он, о, блин, то забыл, это забыл, тут надо, здесь надо, это хочу, у меня этого нет. То есть или вы заполняете свою голову Торой, или она заполняется чем-то другим. Вот это мой сегодняшний вывод. Все, удачи, успехов, напишите, пожалуйста, свои выводы, напишите, что вас вдохновило. У нас же очень хорошо, мы сейчас с Эйтаном создаем такой курс по семейным отношениям, это бомба. Вот посмотрите предыдущий урок, я сам его смотрел, шикарный урок, то есть Эйтан, ну мы вместе его готовим. Он сейчас рассказывает его первый раз, мы его нарабатываем, очень важны ваши вопросы к этому уроку, как вы его воспринимаете. А потом мы планируем с осени выпустить 30-дневный курс молодого бойца, подготовка к браку. Подготовка к браку, это очень важно, чтобы были у всех счастливые братья. Всем желаю, чтобы было у всех счастливые отношения, вначале с собой, шалом внутри, шалом снаружи и шалом в мире. Все, удачи, успехов, всем пока.